Еще свежи в памяти трагические события в Казани, когда полыхал торговый центр «Адмирал». Под завалами погибли 17 человек, более 70 в числе пострадавших. Как и бывает в нашей стране, после таких громких ЧП по всей России тут же начались проверки пожарной безопасности подобных крупных торговых точек. Набережные Челны исключением не стали. Напомню, нарушения нашли сразу на нескольких объектах. Приостановил работу главный павильон комсомольского рынка. Кроме того, выяснилось, что часть одного из популярных торговых комплексов в центре города 7 лет работала без разрешения на ввод в эксплуатацию. Подробности далее. Известно, что в 2012 году прокуратура уже проводила проверку по этому зданию. Тогда было установлено, что его часть, принадлежащая компании «Ресурс», эксплуатируется без разрешения. И суд назначил штраф в 10 тысяч рублей. Но спустя почти три года новая проверка, которая проводилась в марте этого года, показала, что ничего не изменилось. В одном из торговых центров, а именно часть зданий торгового центра на Пушкинский, было установлено, что данная часть зданий эксплуатируется без разрешения на ввод в эксплуатацию, что является нарушением. Информация была передана в прокуратуру набережных Челнов. Надзорный орган обратился в суд для защиты интересов неопределенного круга лиц. Фемида в июле этот иск поддержала и признала незаконность эксплуатации данного крыла торгового центра на Пушкинской. Пожарные приходили, они нас проверяли, все у нас соответствует действительности, нарушений никаких нет. В акте проверки написано, что нарушений нет, где стоят печати, подписи инспектора отделения НД по центральному району. Поэтому здание не угрожает безопасности населения граждан, находящихся здесь. Также Домирас Айфулина сообщила, что как раз сейчас в исполкоме города идет оформление разрешительной документации. На все про все уйдет менее недели. Кроме того, компания подавала апелляцию на решение суда. Но вышестоящие инстанции решение коллег оставили в силе. Фирма решила оспорить и это решение, направив в жалобу Верховный суд Российской Федерации. Эксплуатация здания должна быть остановлена в течение двух месяцев с момента решения суда. Иначе владельцу грозит не только административное, но возможно и уголовное наказание. Тем временем часть здания, которая стала объектом судебных разбирательств, по-прежнему работает и доступна посетителям.